Строительство моста предполагает не только строительство самого моста 500 метров, но и прилегающие территории, в том числе от Тарнавской до Гагарина дороги. Спасибо. Ну, во-первых, мне бы хотелось посмотреть вот тот документ, о котором говорил Позняков, что я его подписал, что я обещал там пешеходный переход. Мы его видели, вот и... Нет, ну давайте так. Вы же сказали, что есть документ, мною подписан. Есть документ. Вот я бы хотел, чтобы он был. Я считаю, что вы врете. Причем бессовестным образом. Почему, объясняю. И вам, мужчина. Я понимаю, что людям это удобно. Я думаю, что и Сан Саныча понимает, что люди привыкли, что там всегда был пешеходный переход. Там была женская поликлиника, детская поликлиника. Он... Давайте я отвечу на вопрос, а потом мы уже будем... Я на этот вопрос отвечал уже десятки раз. Создавал письменные объяснения. Собирались мы неоднократно в разных составах. Из прокуратуры, которого здесь привлекли, вот сейчас в качестве соответчика. И есть комиссия по безопасности дорожного движения. По закону, я подчеркиваю, а мы живем в правовом государстве. И строим правовое государство. По закону до строительства нового моста, когда была дорога не стольки полосные, закон позволял там располагать пешеходный переход. И он там был. Мы, когда принимали решение, строить ли нам этот мост, либо не строить, да? Если мы построим, то тогда по закону, я еще раз подчеркиваю, есть строительные нормы и правила. Есть нормы безопасности дорожного движения. Это, говорят, закон. Мы его не можем импровизировать, как нам удобно. Закон. И если... Я отвечал, когда был главой на комиссии по безопасности, да? Что вот тот же прокурор сказал, нельзя. Работник госавтоинспекции сказал, нельзя. Институт проектный сказал, нельзя. А мне говорят, а ты подпиши. Но это равносельно, что сейчас ансамбль подпишет себе приговор. И сразу прям прямиком к котонку и идти в тюрьму. Понимаете? По закону этого сделать нельзя. У меня просьба такая. Просьба такая. Вот хорошо, что вот здесь есть такая активная гражданская позиция. Я вас процитирую. Ну вы подождите. Дайте я отвечу на вопрос. Дайте я отвечу на вопрос. Дайте я отвечу на вопрос. Вы... Вы... Я говорил и сейчас говорю. Вот есть же юристы, да? Вот вы же представляете большей части коммунистической партии, да? А я говорю, что случилось? И вы сразу обошли. У вас есть представительство и в областной думе, и в государственной думе. Утрите нос. И Единой России, и Сан Санжи, и мне. Вы сенатор. Мне, мне утрите нос и скажите, Иван Васильевич, вот закон, вот положение, вот пункт в законе, который вам позволяет сделать пешеходный переход, а вы этого... А мы, Сан Санжи, не хотите. Вы, Сан Санжи, не хотите любой чиновник, который подпишет в данной ситуации закон, во-первых, это будет нелегитимное решение, в данной ситуации, при той интенсивности движения, которая сейчас есть, при ширине дорожного полотна, которая сейчас есть. И ни один сотрудник комиссии, особенно со стороны ГИБДД, тоже не подпишет, потому что это нарушение нормы. Все не хотят на себя брать ответственность. Приезжал губернатор, да, сюда неоднократно, в восьмом и в пятом микрофиге подходили люди, говорили, уберите Чебрасово, он не хочет делать переход. Губернатор поручал лично по протоколу разобраться с этим. Десятки комиссий было, которые сказали, нельзя. Тот пешеходный переход, который был раньше напротив остановки, мы на сегодняшний день тему пока прикрываем, потому что это противозаконно. Давайте вот с тем, чтобы на самом деле рассмотреть возможность поставить оперативно-кнопочный светофор у моста, вот здесь у этого пешеходного перехода, чтобы у человека было спокойное время, спокойное время безопасности перехода вдоль моста, ну, в начале моста. Давайте это мы и рассмотрим сейчас.